Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт. И сегодня я покажу, как я готовлю обычный манник на сметане. Он на самом деле обычный, но при этом очень пышный и рассыпчатый. Готовится просто, но получается таким вкусным, что его запросто можно использовать вместо бисквита и готовить на его основе торта. А еще я покажу, как можно превратить вкусный манник во вкуснейший. Какие ингредиенты вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте wikirecept.ru. Сметаны я беру 250 граммов, жирность 20%. Насыпаю в миску со сметаной 180 граммов манки. Разбиваю одно яйцо, перемешиваю венчиком и отставляю в сторону на 20 минут. Тем временем в другую миску насыпаю 200 граммов сахара и добавляю 2 яйца. Взбиваю миксером сначала на медленной скорости, а потом на большой, пока смесь не станет светлее и не увеличится в объеме. Когда пройдет 20 минут, манка разбухнет и смесь превратится в густую манную кашу. Перекладываю ее во взбитые яйца. Добавляю щепотку соли, просеиваю 130 граммов муки с 10 граммами разрыхлителя. Перемешиваю уже лопаткой до однородности. Пеку маникья в разъемной форме 24 сантиметра в диаметре. Я ее предварительно смазала маслом и припылила мукой. Выкладываю в нее тесто. Совсем чуть-чуть разравниваю и ставлю выпекаться в нагретую до 180 градусов духовку. Время выпечки 30-40 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой. А сейчас самое интересное. Берем 250 мл молока и выливаем его прямо на горячий манник в форме. Оно моментально впитывается. И этот трюк решает одну из проблем многих манников – сухость. Благодаря молочной пропитке манник становится совсем немного влажным и еще более вкусным. При желании молоко можно подогреть и добавить в него еще сахар. Это если вы любите послаще. Можно развести в молоке вареную сгущенку или варенье, чтобы манник приобрел немного другой вкус. А более подробно с пошаговыми фото вы можете посмотреть этот рецепт на сайте wikirecept.ru Ссылка под видео. Не забывайте ставить лайки. А если вы не подписаны, подписаться на канал. Приятного вам аппетита! Субтитры подогнал «Симон»!